Я еврей, и я боюсь Бога Небес. Я еврей, и поэтому соблюдаю Тору, написанный закон и устный закон. И моя душа неразрывно связана с Ешуа Мессией. И он дыхание моей жизни, потому что он царь-спаситель. Он тот, который был отправлен, чтобы быть воскрешением для тех, кого называют смертными, и дать нам вечную жизнь. Я сын заветов и еврейской веры. И вот я, последователь Мессии. Я ученик Маше и учителей Великого Собрания. И я ученик Ешуа Мессии и его апостолов. Хаим и Дидья Полок, известный также как Теофил Лаки. Теофил Лаки. Смотрите, получается, мы говорили с вами уже, как бы я кратко подведу легкий обзор, что же мы говорили до этого времени. Мы говорили с вами о еврейских миссиях, да. Мы говорили о том, что они изменили работу, о том, что они изменили подход к своей миссии. Они начали разговаривать с людьми на понятном им языке. То есть они начали говорить с евреями на понятном им языке. Они стремились исповедовать, преподавать эту веру как еврейскую. То есть если основная официальная еврейская, ну, христианская церковь, она как бы не всегда доброжелательно относилась к евреям, то еврейские миссии, они старались достигнуть народ. И они стали делать упор на евреях, верующих в Христа, в Ешуа, Мессию, чтобы они становились руководителями и работниками этих миссий. Вы помните, мы говорили, что слово «миссионер» не очень так для еврейского уха звучит. Мы говорим посланники, мы говорим шляхим, апостолы, мы говорим люди, пошедшие с определенным посланием, посланием Ешуа. И этот человек, мы говорили с вами о Кишиневе, о Розенберге, о Рабиновиче. Мы говорили об общине Нового Завета, сыновей Нового Завета, да. Мы говорили с вами о Ицхаке Линхштейне, о Равине, который пришел к Господу через чтение Писания. Вчера мы говорили с вами о Розенберге, о человеке, который как бы начинал и терял, начинал и строил, и не опускал руки. О человеке, ну, скажем, миссионерского духа, который никогда не останавливался и служил Господу. И сегодня мы хотим, я хочу поговорить с вами о Хаим Едидиаполок. Имя такое Хаим Едидиаполок. После того, как он крестился, он еще добавил к себе имя Кристиан, Теофил, Лаки. Лаки, счастливчик, Кристиан, Христианин, Теофил, любящий Бога. Любящий Бога, не любимец Бога, а любящий Бога. То есть, смотрите, Хаим вообще, я буду как бы говорить его еврейский эквивалент имени, Хаит Едидиаполок, он был очень мало, ну, как бы, сейчас это малоизвестный миссианский еврейский светило. Он просто, знаете, как был с ноской в истории. Ну, был такой, ну, когда-то был такой. Почему? Потому что его произведения остались неизвестными и не опубликованными уже более века. Его мудрость осталась на пыльных, высушивших еврейских журналах, в престижных библиотеках, где-то в архивах. И вся причина была в том, что он шел против еврейских миссий, христианских еврейских миссий, потому что, скажем, он являлся, ну, как говорил один человек, он опередил свое время. Потому что его подход вообще к евангелизации, проповеди Благой Вести евреев был очень отличительным. Он говорил, нам не нужно строить миссии, нам не нужно строить церкви для евреев, нам нужно начинать общины. И общины должны начинать сами евреи в городах, местах, и они должны быть независимы. Ну, то есть, практически, что сейчас происходит у нас. Миссианские общины, они независимые, мы можем сами верить, исповедовать, мы сами можем принимать, что мы верим. То есть, у нас нет такого, кто бы говорил, так, это нам не нравится, суббота, вот все празднуют воскресенье, и мы будем праздновать воскресенье. То есть, это мы принимаем, как евреи, верующие в Христа, в Ешуа, в Мессию, что и как будет наша устроена жизнь на основании Писания, на основании еврейской традиции. Если еврейская традиция не соответствует Божьему Писанию, мы можем ее не брать. Но если библейская, она является еврейской традицией, которая может раскрыть нам глубину Бога, почему бы и не взять, например, те же еврейские праздники, да, потому что это не еврейские праздники, вы знаете, да? Это Божьи праздники, которых Бог дал Израилю для того, чтобы через эти праздники они чему-то учились. Он говорит, вот дни, которые я называю праздниками Господнями, которые ты будешь называть праздниками Господнями. Знаете, это как дорога жизни и остановка на дороге жизни. Ты останавливаешься для того, чтобы набраться сил, что-то изменить и идти дальше, чтобы наполниться, ну, как бы, какими-то определенными вещами изменить. Ну, то есть это Бог дал нам праздники для того, чтобы помогать нам на пути жизни. Это как путеводные знаки, которые говорят, ты идешь правильно или тебе нужно остановиться, тебе нужно почиститься, тебе нужно оставить то, что мешает тебе лишнее, чтобы продолжить свой путь. И поэтому, если мы будем подходить к праздникам Господням с такой позиции, тогда это будет благословение. Но если праздники Господни станут для нас традицией, ради традиции, тогда, к сожалению, это будет просто лишняя обуза. Хорошо, смотрите, очень важно, что следует отметить. В еврейских, вот именно, если мы посмотрим на то время, мы говорили, что в разных странах уже были еврейские эти христианские миссии. И если мы посмотрим, например, на Россию, да, на Украину, которая была в растоставе Российской империи, то в Одессе, в Киеве, в Днепре были общины, ну, как бы, уже были еврейские христианские такие группы общины, в которых евреи исповедовали Ешо, в которых они собирались вместе, да. Потом такие же общины, такие начатки таких общин были в Харькове, в Бердичеве, потом такие начатки таких же общин были в Луцке, если мы помним, да, Розенберг там начинал движение. Потом в Кишиневе, в Молдове было, в Бессарабии самой было. Я недавно прочитал, что и в Тарутино приезжали, и в Тарутино служил, вот, вот сам вот именно Теофилаки, он служил в Тарутино. А тот, помните, мы говорили о Равине, ну, не о Равине, а о Ицхаке Фонштейне, да, который был в Польше, да, в городах Ясы. Он приезжал и в Белгород-Днестровск, где он тоже проводил какие-то встречи с евреями. То есть, скажем так, работа, она расширялась, работа, еврейская работа двигалась, и по свидетельству того же ортодоксального Равина Авраама Шмулевича, да, вы помните, до, сколько, до 300 тысяч евреев пришли ко Христу в Яшуа до Второй мировой войны. Это очень интересно, это очень важно, потому что многие говорят, что, ну, что это вообще за ваше заслужение, что это за мессианское движение, откуда вы взялись? Американцы за жвачку, да, приехали с Америки, устроили здесь непонятно что. На самом деле, на самом деле, те верующие евреи в Христа, в мессию Яшуа, которые были здесь, на территории европейской части Украины, да, вот России, Украина, Молдова, Румыния, Венгрия, Болгария, после того, как они приходили к Яшуа, когда началась Вторая мировая война, ну, многие погибли, но часть из них спаслась. И они переезжали в Америку, в Израиль, они переезжали во Францию, в Великобританию, в другие страны, и там они начинали продолжение своей веры, они начинали строить то же самое, что они строили здесь. Поэтому, вот это великое пробуждение Иисуса, которое было в США, после которого еврейские юноши и девушки начали приходить к Господу, и они начали тоже собираться в какие-то команды, у них были хорошие учителя. Это были те люди, которые начинали вот здесь. И есть даже, ну, даже есть, как вам сказать, был такой человек по фамилии тоже Фанштейн, он жил в Одессе, и когда он умер, его сыновья и жена, они переехали в Америку, и сыновья стали начинателями этих каких-то, ну, один начал в Чикаго миссию, а второй начал в Канаде миссию, они до сих пор эти миссии есть. То есть эти миссии привели тоже, подняли много верующих в Ишуа, которые привели много тоже свидетельств или боговествовали. То есть, кажется, ну, в общем, это такой краткий обзор, чтобы вы понимали, что действительно работа была. Почему о ней никто не знал? Во-первых, потому что мы жили за железным занависям, и об этом никто не говорил. Мы не знаем, ну, как бы, мы начинаем сейчас раскрывать вот эту историю. Вот эти разрушенные, развалины мы начинаем восстанавливать. И мы понимаем, что мы строимся на фундаменте. Конечно, самый главный фундамент — это Ишуа, это благая весть, это Новый Завет, да? Но продолжение тому — это наши братья и сестры, которые отдали свои жизни для того, чтобы благая весть Ишуа, она распространялась евреям. И, в общем, самое интересное, что было интересно еще, знаете, в этом меня что впечатляет? Меня впечатляет то, что очень часто мы привыкли не обращать внимания на какие-то такие факты, которые не касаются нас лично. То есть они, ну, мы что-то слышим, ну и хорошо, было так и прекрасно. Но когда в нашу жизнь входит какое-то обстоятельство, да, какая-то ситуация, эти факты, которые были с кем-то, какие-то, ну, жизненные вопросы, они начинают открываться для нас и помогать. Помните, да, как Ицхак Фонштейн, он не Ицхак Фонштейн, как Розенберг, он, несмотря на то, что он все потерял, он продолжил служение, да? Как тот же Ицхак Лихенштейн, с которого смеялись, он не останавливался в своем пути. То есть вот эти примеры, они могут вдохновить нас в будущем, потому что все мы проходим через трудности, все мы проходим через какие-то потери. Хорошо, мы пойдем дальше. Хорошо. Итак, Хайм, я хочу, чтобы вначале, чтобы, ну, как бы говорить о Хайме, он очень уникальная личность, он очень противоречивая личность. То есть одни о нем говорят очень хорошо, вторые говорят о нем очень плохо. И поэтому я просто хочу вначале зачитать, что о нем говорили люди. Хорошо? Он любил Иисуса, он любил свой народ, он хотел взять Иисуса в синагогу, он был верующим в Иисуса евреем и дожил до конца своей жизни, как законопослушный еврей. И он был противником еврейской миссии. Макс Вайдер, Вайдауэр, лютеранский пастор. Лаки – интересная личность. И каббалист, которого и евреи, и христиане уважали и любили. Его образ жизни был похож на жизнь Ламид Вавника. Макс Вайберг, профессор, автор истории современной еврейской литературы. Самое интересное, он назвал его Ламид Вавник, да? Что такое Ламид Вавник? Это не ругательство. Мы говорили с вами, помните, о иудаизме, да? Мы говорили, что был ортодоксальный иудаизм, потом появились хасиды, потом появился реформаторский иудаизм, потом были еще караимы, которые отвергали Талмуд полностью. И как бы я говорил, что дети с самого начала учили Мишну и Гемару, да? И можно так и сложиться впечатление, что евреи не читали Тору. Это неправда. Евреи читали Тору, но они читали, они комментировали Тору в свете вот этих комментариев. То есть вначале они учили комментарии, а потом они учили саму Тору. То есть получается, они учили, как надо читать то, что они будут потом читать. То есть они не брали первоисточник. И когда они уже в их руки попадал Новый Завет, без комментариев, они начинали просто видеть Бога. Смотрите, что такое ламит вавник? В хасидской традиции, вообще хасиды на самом деле, они как апостол Павел, они ревностные по закону, они ревностные по Богу, они ищут Бога, они хотят служить Ему, они любят Его. Но они, знаете, вот, они просто, они хотят Его достичь. Их жизнь посвящена этому. Они живут, они терпят лишения. Но им не хватает, помните, как в Писании говорит, при чтении Торы что стоит закона? Пелена на их глазах. И вот эта пелена, она снимается только Ишу, она снимается только Святым Духом. И поэтому многие хасиды, они, как говорил, помните, как говорил тот же Рэбэ Шауль, да? Вы недалеко от Царства Божьего. Недалеко уже. Ишу говорит, недалеко ты. Тебе только надо родиться свыше. Он говорит, как я могу родиться свыше? Вот тут же самое происходит здесь. Они ревностные по закону, они стремятся, то есть они исполняют эти заповеди, они делают ритуалы, потому что они любят Бога, они хотят Ему угодить. Но Бог говорит, помните, да, Он говорит в пророках, что ваши праздники уже опротивили Мне. Ваши служения, они не приносят, потому что ваше сердце далеко от Меня. А Ишу говорит, да, что к Отцу можно прийти только через Него. И кто такой Ламит-Вавник? В еврейской каббаристической традиции, в хасидской Ламит-Вавник существует 32, 32, по-моему, да, сейчас я посмотрю, 36, 36 цадиков праведных в мире. И покуда эти цадики существуют в мире, мир не будет разрушен. То есть в каждом поколении есть этих 36 праведников. И они разные. То есть кто-то мудрец Торы, кто-то бедный сапожник, кто-то там, ну, то есть независимо. Но они праведные перед Господом, и благодаря их праведности этот мир не разрушен. И когда вот этот человек, профессор Вайсберг, он сказал, что вот этот христиан Теофилаки, он человек, жизнь его похожа на жизнь Ламит-Вавника, это был, ну, скажем, высший комплимент. Он говорил, этот человек, несмотря на то, что он христианин, верит в Иисуса, да, верит в Ишуа, он является праведником. То есть, ну, это дорогая, скажем, такая, дорогая с уст профессора. Комплимент. Комплимент, да, спасибо. Итак, Хаим Едидья Полок, христианский крестьян Теофилаки, родился 11 сентября 1854 года. 11 сентября 1854 года в городе Тесменица. Тесменица. Это на западной Украине. Это Галиция, Галичина. А умер он в 1916 году в Германии, город Пилау. Он один, еще раз повторить, да, умер в 1916 году в Германии, город Пилау. Один из начинателей еврейского мессианского движения в Галиции, уникальность которого выражалась в том, что евреи организовывали небольшие общины и продолжали посещать синагогу и исполнять закон Моисея, при этом веря в Ишуа. Итак, посмотрим, как, конечно, все начинается с детства, да. Вы помните, когда мы смотрим на Ишуа, он был каким? Он был послушным родителем, да, помните? И был в почете перед всеми своими соплеменниками, перед всеми своими близкими и родными. Хайми Гидия Полок родился, так, значит, мы уже знаем, когда он родился. Этот город находится недалеко от Ивана Франковска. Вот этот городок, он находится недалеко. В то время этот город назывался Станислав. Его родители Аарон и Эстер Полок были лавочниками. Они занимались мелкой торговлей. То есть получается, что, опять же, помните дискриминационные законы, они не могли владеть землей, они не могли заниматься сельским хозяйством. Что они могли делать? Они могли заниматься определенными ремеслами в определенных местах, в определенных городах. И они могли заниматься мелкой торговлей. То есть торговлей они могли заниматься. И если они достигали определенного богатства, то они имели уже право купить, купить, например, первой гильдии и жить уже на территории Российской империи. Но в то время это еще была Австро-Венгрия, а уже потом это присоединилось к Российской империи. Итак, он был единственным сыном. И его отец умер рано. То есть его отец рано умер. То есть получается он был вдовцом, он уже был пожилым, и он взял эту девочку. То есть это было в то время нормально, что когда взрослый пожилой мужчина взрослый, брал молодую девушку. И потому что в то время мужчин было не так много, а девушек было мало. То есть наоборот, девушек было много, мужчин было мало. И это было следствием опять же того, что многие мужчины уезжали на заработки в другие страны, оставались там, ну а женщины оставались. И поэтому он был единственным сыном, и в конечном итоге отец умер. И мать осталась одна, она подняла вот этот бизнес, она подняла вот этот магазинчик и отправила сына учиться. То есть она понимала, что для сына будет теперь самое важное – это учеба. Он учился в Хедере, потом в Яшиве. И мама опять же понимала, что мир меняется, и мальчику надо светское образование. Какая еврейская мама не хочет своему сыну счастья, вы же понимаете. И она начала нанимать частных учителей и учить его немецкому, польскому языку и каким-то определенным общим этим, знаете, ну там, скажем, география, ну алгебра, математика, ну то, что необходимо. Потому что опять же, в те времена немножко знания отличались от наших. Если бы мы сейчас, может, с нашими знаниями попали бы в то время, ну у нас бы, мы бы были, наверное, на уровне, на уровне таком высоком. Смотрите, итак, он был увлечен хасидским движением, особенно мистикой Кабалы. То есть он действительно любил Тору, он любил Бога, он любил его, он искал, он хотел понять его, познать Бога, он хотел узнать, как все устроено. Поэтому, знаете, вот если мы, еще раз говорю, что мы должны смотреть вот на этих людей с любовью тоже, потому что Бог, они любят Бога, хасиды, ортодоксальные евреи любят Бога. Но, к сожалению, опять же, дьявол, он дает ненависть к Ешуа. И они, потому что, вы помните, да, из-за чего? Потому что христиане, к сожалению, те люди, кто называл себя христианами, исповедовал христианскую веру, они очень часто были убийцами этого же народа. И поэтому, конечно, было тяжело евреям уверовать в Ешуа. Но он действительно искал Бога и считал себя последовательным рабием Менхайм Мендала Агера из Вижница. То есть основное, это было такое движение, называлось Агават Исраэль, Любовь Израиля, да, благотворительность и образование. То есть идея какая? Вторая, самая главная идея, это помогать вдовом и сиротам, да, это помогать людям, кто нуждается, это, ну, то есть быть милосердным, да, оказывать милосердие. А вторая, это учиться. Учиться везде, учиться в светское религиозное образование. Помните, да, как Розенберг, практически одинаково. Кстати, они практически были учениками одного и того же Равина, скажем, ну, течением Хасидского. И они поощряли, они говорили, чем больше человек узнает мир, да, помните, как Писание говорит, что чем больше мы узнаем мир, да, тем больше мы узнаем Творца этого мира, да. И как творение не познали Творца, да, через изучение, ну, познание Творения. Вот тут происходит наоборот, то есть чем больше мы познаем вот это все великолепие, тем больше мы понимаем, что это сотворил великий Бог. И вот он был из таких людей, кто именно искал Бога и любил Его. Потом прошел такой момент, что в подростковом возрасте умирает его мама, Эстер Поллок, и он лишается материальной помощи. И так как помощи негде, он начинает работать преподавателем. Ну, как у нас сейчас это называется, репетитор, да. Он берет каких-то детей, он преподает им, часто это за стол, и за стол, ну, чтобы покушать и поспать. Ну, вот таким образом, но он не прекращает учебу. Он постоянно стремится учиться. То, что он зарабатывает, он тратит на учебу, на книги, он ищет. И самое интересное, что его замечают, и были тоже определенные люди, они увидели его желание, стремление, и они начинают ему помогать. С осени 1872 года по январь 1877 года Поллок учился в различных религиозных и светских заведениях в Братславе и позднее в Берлине. Он учился одновременно в Берлинском университете и Еврейской академии наук, основанной лидером реформаторского иудаизма Авраамом Гейгером. Цель этого учебного заведения заключалась в изучении иудаизма, свете современного, мировоззрения и науки. То есть получается, он получается в таком плане, что Бог помещает его еще и к реформаторам, да? А вы помните, что реформаторы, да, они признавали Иисуса как великого учителя, как гуманиста, как человека, который принес мудрость от Бога и стал мессией для неевреев. В таком плане, что возможно Иисус придет время, когда Иисус вернется в Израиль, когда придет время, когда он будет признан как учитель. То есть это, кстати, было очень большое, потому что вы помните, хасиды и ортодоксальные евреи просто проклинали и сжигали новые заветы, помните. И здесь происходит интересный момент. В 23 года он становится доктором философии, говорит на греческом, пишет на иврите, читает на латыни, французском, говорит на польском, немецком, идыш. То есть, понимаете, человек разноплановый. Разноплановый человек, ну скажем, как энциклопедических знаний. Если посмотреть, ну кто из нас говорит на французском, английском, немецком, идыш, ну польском, ну я думаю, что среди нас мало таких сейчас людей. Кроме того, он читает на иврите, читает на латыни, то есть очень-очень хорошие, глубокие знания. Кроме того, он знает Кабалу, он знает все вот эти еврейские традиции, он разбирается глубоко в этом. И как же он пришел к мессии? Давайте мы подумаем все вместе. После чего, каким образом он пришел к мессии? Ну он же учится среди репамакра. Да, но что привело его? В Новый Завет. Точно. Это будет не секрет. Чтение Нового Завета. Итак, смотрите. Получается такая картина, что в этом университете, где он учился, в этом иудаике, ему дали задание сравнить учение Гилеля и учение Ешуа. Гилель, если вы помните, да, это был современник практически Ешуа. Была школа Гилеля и школа Шамая, помните, да? И Гамлиил, Гамлиил великий, возле которых, у новых которого сидел Павел, апостол Павел, рэбе Шауль, он был учеником Гамлиила. И получается картина, что школа Гамлиила, она была более такая либеральная, а школа Шамая, она была более консервативная, была такая более жесткая. История была такая, пришел один нееврей к Шамаю и говорит, сколько времени мне нужно учить Тору, чтобы я стал евреем? Он ему говорит, типа, как ты смеешь? И побил его палкой и выгнал. Гилель говорит, ну, всего лишь чуть-чуть, стань на одну, ты можешь постоять столько времени, сколько ты будешь стоять на одной ноге. Говорит, ну, как это так? Говорит, стань на одну ногу. Он поджимает ногу и говорит, возлюби Господа Бога всем сердцем, всеми помыслами, не делай никому ничего такого, чего бы ты не хотел, чтобы их делали, ну, ты делал другому. Ну, я сейчас еще раз. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всеми помыслами, да, вы помните, всей крепостью души своей, а второе, какая заповедь, возлюби ближнего, да, и не делай ему того, чего бы ты не хотел, чтобы делали тебе. В этом вся Тора. То есть, вы понимаете, он был более таким простым. И получается, в этой университете Хайму говорят, ты должен сравнить два учения и сделать вывод. Для этого он покупает Новый Завет и начинает его читать. Что происходит дальше? На следующее утро он сказал своему учителю, Израилю Леви, о своем решении. В эту ночь я стал христианином. Что это означает? Ты попал в сети миссионеров? Нет. Ты первый, с кем я разговариваю этим утром. Моя вера исходит исключительно от Нового Завета, который я считаю равным Торе. И теперь ты решил отвернуться от своего народа и святой веры? Нет. Поскольку Иисус есть обещанный Мессия, принятие Его не отступничество от веры Израиля. Но каждый еврей, который идет за Иисусом, становится мишумет. Ну, то есть отступник. Я никогда не стану отступником, ответил на это полок. Но как ты будешь исполнять Тору? В Новом Завете говорится, что первая община в Иерусалиме была верна закону. Я тоже сделаю это. Это невозможно. Будучи христианином, ты не сможешь оставаться евреем. Я верю, что это возможно. Тогда ты будешь неудачником всю свою жизнь. Христиане не примут тебя как своего, потому что ты еврей. А евреи, потому что ты христианин. Значит, это мой путь, ответил полок. И после чего его, конечно, вышвырнули с университета, в котором его считали уже, что он пойдет дальше на профессуру. Но его открытое заявление веры лишило его этого пути. То есть он был такого образа парень. То есть он общался с людьми, и он не боялся им говорить. Знаете, иногда мы боимся говорить с людьми, потому что у нас есть какое-то чувство самосохранения. Он говорил напрямую. И это часто лишало его каких-то привилегий. Это часто лишало его привилегий, какого-то статуса. Итак, в период между 1887 годом и 1880 полок много ездит по Галиции, России, Румынии, Восточной Пруссии и Германии. Смотрите, он начинает общаться, он начинает искать таких же людей, кто верит в Иисуса, верующих. И вы помните, что мы говорили, что миссии уже были в разных городах. И также самые миссии были, например, в том же Станиславе, в Ивано-Франковске. Миссия была в Ламберге. Ламберг — это был Львов, так назывался Львов в то время. Ламберг. Миссия была во Львове. Это была норвежская миссия Израиля. И он начинает общаться с этими людьми. Он начинает общаться с... Потом, в будущем, он приезжает, когда уже был Рабинович. Он встретился и с Рабиновичем. Он не был... Лично встречался, он просто посетил некоторые его служения. Но самое интересное, он начинает ездить, он начинает общаться с евреями, он начинает общаться с людьми, и он начинает искать свой путь. Свой путь в этом движении. Итак, он начинает... Он понимает, что необходимо... Он понимает силу печатного слова. Знаете, как человек образован, он понимает, что печатное слово имеет силу. И в 1887 году он начинает издавать первый периодический журнал «Свидетель Израиля» на иврите. То есть, если раньше они выпускали газеты, бюллетени, но они выпускали их на... Или на английском, или там, скажем, на немецком, или на иврите, то он начал делать первый журнал на иврите. Что в то время, опять же, было очень-очень сильно. Это все происходило в Ивано-Франковске. Три года он жил и служил своему народу, проповедуя устным и письменным словам. То есть, он общался, он встречался с людьми, он говорил с ними. И это было действительно... Ну, во всяком случае, что о нем начали слышать, и его служение начало, как бы, уже им переносить какой-то плод. У Поллока была горячая любовь к Израилю и уважение к законам Торы. Он считал, что еврей-христианин не должен оставлять субботы и соблюдение библейских праздников. Где написаны библейские праздники, еврейские библейские праздники, праздники Господней, помните? В какой книге Торы? В книге Левит. Левит, 23 глава. Идиотических законов о еде, кашрут. В пятницу вечером он всегда посещал ортодоксальную синагогу, от всей души присоединяясь к молитвам. В емкий пор он оставался в синагоге весь день и постился. Он также соблюдал 9 ава, день разрушения храма. Смотрите, что он говорил. «Я еврей, который искренне желает жить согласно Торе и пророкам. И я верю, что мессианская надежда Израиля исполнилась в Иисусе. Многие называют меня выкрестом, празелитом, но это неправда. Ешуа Мессия, жизнь моего духа. В нем я нахожу отдых души моей». Представляете, как звучит? Вот кто из вас может так сказать? В нем я нахожу отдых души моей. Возможно, из вас каждый может так сказать. Но это был человек, вы помните, его назвали праведником. Праведником человек, который не был мессианским евреем, который не был верующим в Ешуа. Но жизнь этого человека просто говорила о том, что он праведник. О том, что все, что он делает, он делает из любви к Богу. И это выделяло его. Выделяло его на фоне тех же ревностных хасидов, которые искали Бога. Итак, хорошо. В 1880 году, по другим источникам, в 1882 году он переехал в США. Он переехал в США. И там очень интересно. Он переехал в США, и он познакомился там с одними верующими, которые были баптистами седьмого дня. Вы знаете, есть одевятисты седьмого дня, а есть баптисты седьмого дня. То есть это были баптисты, которые чтили субботу. И когда с ними познакомился Полок, он был удивлен, потому что он встретил людей, он встретил христиан, которые ценили то, что ценит Израиль. Поймите, для многих евреев шаббат, суббота – это не просто закон. Мы так, знаете, иногда думаем, что для евреев суббота – это закон. Но для многих шаббат – это больше, чем закон. Это встреча с Богом. Это отношение с Богом. Это принадлежность к чему-то. То есть почему Бог дал Израилю шаббат? Ну, первый момент, конечно, чтобы Израиль отдыхал. Потому что у других народов не было выходных. Они работали семь дней в неделю. Но самое главное – шаббат и праздники – это было свидетельство Бога. Свидетельство Бога здесь, на этой земле. И мы, как верующие, как студенты еврейского, библейского, мессианского института, должны понимать, что не всегда это просто традиционные праздники Израиля. Мы должны понимать, что для многих евреев шаббат – это жизнь, это стиль жизни, это смысл. Это то, что составляет составляющую жизни. Знаете, вот как дети становятся составляющей жизни, да? Их нельзя вырвать из жизни. Их можно вырвать, но тогда жизнь станет, ну, как бы ты будешь сиротеть. Так же самое и здесь происходит. Шаббат, он был дан для того, чтобы евреи, они могли сохраниться как народ. Да? Помните, если евреи не хранили шаббат, то шаббат хранил евреев. Итак, он переезжает, и он знакомится с этими людьми. И оказывается, что они открывают теологическую семинарию. То есть, и эта теологическая семинария союзная, она существует до сих пор. Она союзная теологическая семинария, так она и называется. В ней учились верующие разных конфессий. И он поступил туда учиться. Три года он там проучился. И он имел уже, как бы, свой взгляд, свой вид на христианство изнутри. Знаете, одно дело, когда ты приходишь в церковь, в общение, да? Второе дело, когда ты живешь с этими людьми. Потому что там они жили все вместе, в общежитии. И поэтому у них, конечно, были дебаты, дискуссии. И там Хаим понимает, что вот этот путь, который он избирает, для евреев очень важен. Евреи должны сохранять свою самоидентификацию. Они должны сохранять то, кем они являются, при этом веря в Ешуас. Смотрите, то есть получается картина, что они общаются с теми, кто будут будущими христианскими пастырями. И он понимает, что евреи должны сохранять свою идентификацию. И при этом он старается учить этих людей, чтобы они ценили и уважали то, что есть у него. Знаете, мы все хотим, чтобы любили и ценили нас. Мы все хотим, чтобы уважали наше мнение, уважали наши традиции, наши привычки. Но очень часто мы не ценим других людей и не ценим их. И вот он добивался своей жизнью именно вот этого момента. Я люблю, уважаю и ценю вас, но вы любите, уважайте и цените то, что я уважаю. И это очень хороший принцип для нас. Если вы хотите иметь друзей, будьте дружелюбны. Если вы хотите, чтобы вас уважали, уважайте других. Если вы хотите, чтобы вас слушали, слушайте других. Хорошо? Итак, давайте мы смотрим. Через три года он заканчивает свое образование и получает диплом о высшем теологическом образовании. 16 августа 1885 года он был рукоположен на пастырское служение в независимой евангелистской и лютеранской церкви Нью-Йорка. С 1885 года по 1889 Лаки был служителем еврейской миссии в Нью-Йорке. Он имел также тесное общение с церковью баптистов седьмого дня и издавал два периодических журнала. «Свидетель Израиля», вы помните, он начал «Свидетель Израиля» еще тогда, в Ивано-Франковске, на еврите, и «Избранный народ». «Избранный народ» это был на английском языке, и в нем писали статьи, скажем, христианские лидеры, которые были открыты к Израилю, которым было понимание, и они писали о том, о важности Израиля и служению Израиля. И он был, как называется, не режиссером, он был, как называется, редактором, главным редактором этого вестника. Итак, кроме того, по свидетельству вот этого пастора, который рукополагал его полмана, он совершил короткую поездку в Европу, по Карпатам, и по свидетельству, что он приехал в Галицию до Рождества 1885 года, и главным образом работал в Черновцах, в Стрии и Карловке. То есть он проводил там какие-то встречи, он проводил там общение, и по свидетельству этого же лютеранского пастора в Черновцах произошло несколько крещений, то есть несколько семей приняли Ишуа и крестились у него. То есть именно у него, он не в церковь крестил, вы помните, да, он настаивал на том, чтобы евреи оставались как бы в синагоге, но при этом исповедовали Ишуа. А когда их становилось уже определенное количество, они образовывали общинки, они образовывали вот такие братства, и они продолжали посещать синагоги, но при этом собирались по домам, учили Новый Завет, имели общение. Ну, то есть, как бы, скажем, жили как евреи Нового Завета в деянии апостолов, да. Они посещали храм, помните, приемляли по домам хлеб, пребывали в молитве учения апостолов, и были любимы всем народом, и каждый день Господь привыкал спасаемых. Вот это формула, скажем, вот так, вот формула в деянии апостолов. Итак, в 1889 году он вернулся в Европу, где продолжил свое служение еврейскому народу по 1916 год, когда он умер. Он был противником еврейских христианских миссий, так как считал, что они способствуют ассимиляции евреев. Дело в том, что миссии были созданы, ну, как бы, еще раз я говорю, что, помните, мы говорили, было два, были миссии церковные и были независимые миссии. Плюс церковных миссий, они имели постоянную финансовую поддержку, они могли какие-то преференции государственные иметь, потому что, например, если в Российской империи лютеранская церковь была официально, имела право, ну, находиться, то они могли открывать миссии и беспрепятственно проповедовать, то, например, те же баптисты, они могли пойти на каторгу, понимаете. И если эта миссия, например, была государственная, ну, как бы церковная, это было одно, но они могли просто в любой момент вмешаться, да, помните историю с Розенбергом, когда он возмутился, что крестят младенцев, да, ему сказали, извини, пошел нам в разные стороны, ты пошел влево, мы пошли вправо. И вот тогда началось служение в Годзе. Независимой миссиям было легче, они могли сами избирать свою политику, да, вот эта миссия Милдмей, она дала вот добро Розенбергу начинать собрание, хотя по, ну, их пониманию, статусу это, ну, они этого не делали. Но сам Хаим и Дидья Полок, он пошел немножко другим путем, он вообще сказал, эти миссии не нужны. Евреи должны сами организовываться в общины, и они должны быть уважаемы, их мнения должны уважать христианские церкви. Церкви могут, ну, как бы, ну, понимаете, да, мы вас любим, вот как у Августина, мы говорили про Августина когда-то, у Августина был такой принцип, он говорил, в главном должно быть единство. Иисус Христос, Спаситель мира, мы верим в Него, принимаем Его спасение. Во второстепенном должно быть различие, то есть каждый имеет право исповедовать Его так, как он считает Его правильным. То есть кто-то поднимает руки, кто-то не поднимает, кто-то становится на колени, кто-то не становится, кто-то одевает талит во время молитвы, кто-то не одевает талит. То есть каждый имеет право на свое выражение поклонения, а во всем должна быть любовь. То есть мы должны любить друг друга, покрывать нежно, мы должны принимать друг друга, верить друг другу, прислушиваться друг к другу. И если кто-то тебе говорит, что-то тебе не нравится, то посмотри на это, ну, с другими глазами, знаете, а не возмущайся. То есть любовь. И вот этот принцип, кстати, был у следующего, у Рихарда Вумера, потом мы о нем поговорим. Итак, смотрите, он начинает вот такую политику. Полок считал, что необходимо работать на формировании живых евангельских общин, в которых евреи, принявшие Иешуа, могут исповедовать свою веру в еврейском контексте. И заключительная мысль перед перерывом. Он был слишком христианином для евреев и слишком евреем для христиан. Еврейские критики обвиняли его в отступничестве, а христианские оппоненты обвиняли его в законности и иудаизме. Еще раз прочитаем. Он был слишком христианин для евреев. То есть для евреев он был христианин, потому что он верил в Иешуа. Опять же, он был, помните, он был мудрым, он знал Кабалу, он знал Талмуд, он знал традиции, он ходил в синагогу молиться, но то, что он верил в Иешуа, для них он уже был все, христианин. Для христиан он был евреем, слишком евреем, потому что вместо того, чтобы, знаете, говорят, ну что, вам мало места в хорошей церкви, у нас что, мало церквей, ну покаялся иди в нормальную церковь. Он говорил, нет, и он опять продолжал соблюдать шаббат, он писал эти статьи на еврите, он проповедовал евреям, праздновал праздники. И они говорили, ну какой же ты христианин, ты же еврей. То есть смотрите, критики, знаете, еврейские критики обвиняли его в отступничестве, что ты оставил веру отцов, а христианские оппоненты говорили, ну ты же законник, ты же на самом деле не христианин, ты иудей тайный. То есть получается человек находился вот в таком положении. Он пытался то, что сейчас происходит у нас. Вот он был начинателем, знаете, как сказал один человек дальше о нем, он родился не в свою эпоху. Вот если бы он родился сейчас, это было бы нормально. А вот сейчас он был первопроходец, он был пионер этого, он, скажем, был восстановитель этого. Потому что если мы посмотрим на первоапостольскую общину, да, вы помните, им не надо было говорить об обрезании. Почему? Потому что это было естественно для Израиля тех времен. Но для язычников, которые присоединялись в церкви, получилась проблема, потому что кто-то говорил, давайте будете обрезаться. Они говорили, нет, вам этого не нужно делать. Вы можете веровать и входить в то же наследие, что и мы. Помните, из двух он садил одного человека в самом себе. Должны ли не евреи праздновать шаббат? Да никто их не заставляет. Но если они будут праздновать шаббат, хорошо. Должны ли не евреи праздновать шаббат? Ну, никто, ну да. А если они будут праздновать, ну, тоже ничего, проблем нет. То есть проблема в чём? Проблема в нашем сердце. Все проблемы идут из нашего сердца. Пешу, Господь смотрит на наши сердца. Он смотрит на наши внутренности. Исполнение традиций без сердца, это просто ритуал, который ничего, он даже свидетельствует против нас. Понимаете? Даже вот Хасиды Балшимтов, например, он говорил, что лучше нарушить шаббат, но спасти жизнь человеку, чем соблюсти и увидеть, как погибает твой ближний. То же самое говорил Иешуа. Если его упал в колодец, то его не достанет. Хорошо. Перерыв. Мы уже говорили, мы продолжим о том, что Хаим Полох, да, он был человеком веры, и он служил в Галиции, да. И в разных городах Галиции он начинал небольшие общины. У него были последователи, были люди, которые шли за ним. И я нашел вот совсем, вот как бы действительно Господь дал мне именно свидетельство человека, который пришел к Богу благодаря вот Хайму, вот именно Хайму Лаки. Итак, его звали Генрих, его звали Генрих Айнш Спрух, и он свидетельствует. Имя этого человека было Хайму Лаки. Он учился в Талмудистской школе в Берлине, окончил университет, знал в одинаковой мере Талмуд и Библию, а также историю, философию, теологию, литературу. Он великолепно владел, он великолепно говорил на польском, немецком, да, мы говорили, что греческое, латынь, да, вот это все. То есть он в этом всем разбирался. Говорят, что в молодости он знал на память пятикнижия Моисея. Его имя настоящее было Полох, но когда он принял Иисуса как своего мессии, он добавил еще Лаки, что по-английски значит счастливый и удачливый. Лаки провел 7 лет в Штатах и окончил с отличием теологическую семинарию в Нью-Йорке. Еще в 2011 году он издавал журнал на чистейшем еврите. Много еврейских ученых Европы и Америки разделяли его стремление восстановить Иисуса в лоне еврейства. Меня больше всего привлекла его горячая любовь к Израилю и глубокое почтение к законам праотцов. Он соблюдал субботу еврейскую, ел и кушал чисто кошерную пищу. Он жил и работал среди евреев. Когда я спросил Лаки, как он еврей смог принять Иисуса своим мессией, на его лице появилась улыбка. Меня об этом спрашивали очень много раз, начал он, именно потому, что я еврей. Еврей, который честно и добросовестно пытается жить в соответствии с законом Моисея и пророков. Я верю в то, что надежда Израиля на приход мессии воплотилась в Иисусе. То есть этот человек после встречи с Лаки, он пришел к Господу и в будущем он был одним из переводчиков Нового Завета на еврейский язык, на иврит. И он, кстати, составил тоже жизнеописание Линхенштейна и многих других пионеров еврейского христианского движения. Итак, смотрите, Лаки не молчал, он открыто выступал в защиту своей позиции. Он познакомился с Францем Диличем Лейпцигской, и помните, мы говорили об Лейпцигской институте Иудаики, да? В котором учили студентов, которые готовили для еврейских миссий. И они нашли общий язык и общее понимание. И они выработали программу, которая называлась Лейпцигская декларация. И некоторые из этих, когда проходила еврейская христианская конференция, где она проходила, сейчас вам скажу, в Швеции, в 1911 году, 7-9 июня в Стокгольме, они, как бы, приехал, приехал не Лаки, но приехал его друг, вот этот ультеранский священник, который дал просто, как, ну, не дал, а вот это, они привезли вот эту декларацию и зачитали перед собраниями евреев и христиан. Я зачитаю некоторые из них. Мы заявляем, что мы не видим средств благодати или спасения в обряде обрезания, а просто древний и внешний знак Завета, который однажды Бог сделал с Авраамом и его потомством после него. И в чем духовном благословении все нации принимаются во Христе. Мы знаем, что это не дает нам никакого религиозного преимущества, потому что во Христе нет обрезания и необрезания. Но, как дети Авраама по поте, мы сохраняем телесный знак Старого Завета, как написано в Бытии, и Завет мой будет в Твоей поте, как Вечный Завет. Следующее. Мы заявляем, что считаем правильным, даже теперь, когда мы с нашими людьми разбросаны между народами, придерживаться, насколько это возможно, и себя, и в наших семьях, соблюдения субботы, еврейских праздников и еврейских законов пищи. Мы желаем придерживаться древних обычаев нашего народа, которые вновь были освящены Иисусом, когда Он жил на этой земле. Мы далеки от того, чтобы осуждать наших братьев из евреев-христиан, которые идут по другому пути, отличным от нашего, и уверены в этом пути в глазах Господа и Искупителя. Однако некоторые из них, возможно, выбрали этот путь, потому что они не знали другого или не думали, что другой просто существует. Как бы это ни было, мы помним слова Павла. Кто ты, что ты осуждаешь, раба другого человека. Своему хозяину он служит. Но мы требуем от других того же познания наших библейских прав во Христе Иисусе. То есть то, что мы говорили. Он открыто заявил вот такую декларацию, что мы уважаем вас, а вы уважаете нас. Мы верим вот таким образом, и вы не осуждайте нас за это, потому что мы вас не осуждаем. На основании Писания мы говорим, что вот это от Бога, а вот это не от Бога. Потому что на самом деле закон обрезания, если мы посмотрим по Писанию, он не Моисеев закон в основном. Это закон Авраама. Но это целая история, мы не будем его касаться. Но идея в том, что обрезание ничто и не обрезание ничто. А всё что? Вера во Христе Иисусе. То есть всё вера в Ишуа Мессии. Итак, смотрите, что происходит дальше. Они, конечно, заявили об этом, но, конечно, его не приняли просто. Кто-то сказал, ну, вроде бы, что-то здесь хорошо, кто-то сказал, не очень хорошо. В конечном итоге его просто отодвинули в сторону. То есть не мешай нам заниматься нашим делом. И вот 16 лет, с 1901 года по 1916, Полок жил в Станиславе, это Ивано-Франковск. Он сотрудничает с Институтом Иудаики в Лейпциге, где находит сторонников своего видения. Он посещает черновцы Пшемсель-Лемберг, Львов, где встречается с единомышленниками и проповедует в общинах. Например, есть упоминание о небольшой еврейско-христианской общине Львова, которую возглавлял Барух Фигельман. То есть у них уже, вы понимаете, что эти общины начинают уже приобретать какие-то формы. У них появляются руководители. И вот в общине Львова был раввин, который его звали Барух Флигельман. Флигельман, хорошая фамилия, Флигельман. Наверное, у него был Флигель. И уже в будущем мы встречаем, я вот недавно, я не нашел это, я сегодня вам искал, в журнале «Еврейские люди», «Еврейский христианин» есть заметка, что в 1916 году, в 1916, нет, неправда, в 1918 году на этот альянс еврейский вышли люди, которые хотели присоединиться к этому альянсу. И они хотели начинать еврейскую христианскую церковь, независимую в Галиции. И по их словам, это было 15 тысяч человек у них, вот такое количество. То есть по всей Галиции, то есть во Львове, в разных городах, местечках было вот такое количество людей. И они оставались вот... И, кстати, самое интересное, я хочу, чтобы, ну как бы, вот это подтверждение я нахожу в других источниках, независимых. Помните, я вам рассказывал, что меня зацепило в моей жизни, да? Идр, Идр, да? Вот это Марцинковский, который писал. И вот смотрите, он пишет, «Следует упомянуть также еще не вполне определившееся движение среди евреев в Венгрии, под Карпатской Руси, это, ну, под Карпатская Русь, это Галичина, Литвы, его представители верят в Иисуса Христа, не выходя в то же время из синагоги». Христос и евреи, Марцинковский, 1931 год. То есть мы можем сделать вывод, что движение Лаки, оно распространялось, и оно уже было в Венгрии, Под Карпатской Руси, Литве. И если посмотреть Леона Розенберга, да, мы помните, что он приехал, уже было два течения. Одна группа хотела оставаться в синагоге и жить и поступать по-еврейски, как все другие евреи, вызывая трудности с неверующими в Христа евреями. То есть была группа, которая хотела оставаться в синагоге и жить по-еврейски. То есть эта группа конкретно, вот это последователи Хаима Поока. То есть мы можем сделать вывод, что и в Одессе тоже была такая группа людей. То есть вы понимаете, да, почему в основном, опять же, об этом не говорят, да? Ну, потому что это конфронтация была, потому что они не являлись той формой христианства, которая была общепринята. Они были новаторскими. Новаторская группа, которая, ну, сегодня бы они выглядели нормально, сегодня бы они были приняты. Смотрите дальше. Его обвиняют в том, что он уводит евреев обратно в синагогу, в то время как христианские еврейские миссии вытягивают их из мира иудаизма. Но он уверен в своей правоте. «Еврей, верующий в Мессию Израиля Ишуа, Иисуса Христа, может и должен хранить Божью традицию своего народа». И вот он делает пример такой насчет праздника Хануки. «Почему наши еврейские братья, которые нашли покой для своих душ под крыльями Ишуа, миссии, покинули Хануку, как будто это не имело для них значения? Должны ли они не быть ведущими знатоками этого праздника? Это день, который сделал Хашем. Это не народный праздник, и эти чудесные события не придуманы людьми, а Бог исполнил все эти чудеса. Хаим и Дедя Пок, свидетельство Израиля, Ханука или Рождество?» Вопрос. То есть, понимаете, да? Человек был новатором, но то, что он делал, вдохновляло многих людей. И если бы не Вторая мировая война, возможно, это движение могло бы вырасти до больших размеров, мы не знаем, но по стандартным успехам, как сказать, нашего сейчас, ему не повезло. Знаете, у нас как бы стандарт успеха какой? Человек начинает, да, и все, вот много, все. Но у Бога совсем другие стандарты. Знаете, мы иногда не понимаем, что Бог смотрит на какие-то вещи по-другому. Нам кажется, что сужение Розенберга было разрушено, община в Одессе была разрушена, община в Польше была разрушена. Ну, где успех? Рабинович начал общину, сделал кучу работы. Умер, все прекратилось. Где успех? Мы смотрим на Ленхенштейна, который вроде бы делал, писал, все, умер. Где успех? Ну, по нашим правилам должен быть какой-то успех. То есть, знаете, я не знаю, пьедестал, общее признание, Мартин Лютер, который прибил вот эти тезисы, и все говорят, вот, это реформация Мартина Лютера. Но мы забываем Яна Гуса, мы забываем аравийских братьев, которые стали толчком даже движения того же Лютера, потому что и он с ними сталкивался, понимаете? В чем успех? В чем успех? Он не видим. Он не видим. Но вы знаете, в чем успех? В том, что сегодня это дело не остановилось, оно продолжается. Сегодня мы видим мессианские общины по всему миру. Сегодня мы видим мессианские общины, разные общины. Есть общины, которые больше такие, скажем, синагогальные, да, которые больше придерживаются еврейской традиции. Есть общины, которые, ну, больше, как, скажем, баптистские, да, там какие-то, они просто, ну, есть какие-то знаки завета, они празднуют субботу. Есть какие-то, скажем, больше такие, как харизматические общины, да. Но всех объединяет одно. Ишуа, вера в Ишуа, евреи, которые верят в Ишуа, то, что хотел Хаим Полок, то, что хотел Робинович, то, что хотел Розенберг. Еврей, принявший Христа, остается евреем. Никто не может изменить, заменить это. То есть, это важно. Итак, смотрите, что он говорит. Возлюбленные братья моего поколения, видите, я показал вам, что привело меня по пути Ишуа бен Йосифа из Назарета. Я показал вам, что Тора и пророки были моими проводниками. Из-за их слов и слов наших мудрецов я нашел Мессию Ишуа и никогда не отпущу его. Он умер 25 ноября 1916 года в городе Пилау в Германии. И был в то время уже, помните, Первая мировая война. Он был вынужден уехать из Галиции, потому что, кстати, тоже интересный момент, о котором мало говорят. Когда началась Первая мировая война и когда российские войска, брусиловские прорывы, они захватили Галицию, они просто выселили 200 тысяч евреев, вот эти кто, в Сибирь. Почему? Потому что они боялись, что эти люди могут стать шпионами, они могут стать какой-то силой для того, чтобы, ну, противодействие. Потому что они же были, как бы, ну, опять же, евреи, они говорили на немецком, да, и это внушало опасения. Поэтому их просто выселили. И вот это самое интересное, что мы, помните, говорили, что Розенберг служил беженцам еврейским, потом Петр Городич служил еврейским, вот это были вот эти беженцы, которых насильно выселили оттуда. И они поехали просто в никуда. И они достигали вот этих людей. Итак, он умер и был похоронен на еврейском кладбище. Тоже очень интересный момент, что он христианин, был похоронен на еврейском кладбище. Равин дал разрешение, его похоронили на еврейском кладбище. Литеранский пастор Август Вигант, друг и соратник Полока, написал в некрологии. «Мир над Израилем! Наш дорогой пастор и друг, еврейский писатель Раби Хайм Едидия Теофил Полок, прозванный Илаки, скончался 25 ноября 1916 года в конце субботнего дня. Он был членом первоначальной апостольской церкви Иерусалима, ревностный по закону отцов и свидетелем Ишуа в Израиле». На этом мы завершим повествование о этом человеке. Но вы видите, что действительно его жизнь уникальна и не похожа на другого. Он был вызовом, он был человеком другого времени. И то, что он делал, действительно было не похоже на других. Были какие-то, скажем, точки соприкосновения, но он был слишком радикален для своего времени, и его не всегда принимали. Субтитры создавал DimaTorzok